Добрый вечер! Вы смотрите важную тему на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Боднарчук. Здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий Павлович, позвал вас, естественно, обсудить последние события, которые связаны с внеочередной сессией Петрозаводского городского совета. Ни для кого уже не секрет, депутаты преодолели вето, наложенное мэром Петрозаводска на ряд решений депутатов Петрозаводского городского совета. Связаны они с отчетом мэра перед населением. И второе вето связано с отменой прямых выборов мэра Петрозаводска. Все политологи, эксперты говорили о том, что депутаты в любом случае преодолеют вето, наложенное мэром. Ну, знаете, Денис, на самом деле для депутатов было удивление, что вето вообще было наложено на приведение в соответствие с законом Республики Карелия устава города. Это нонсенс определенный, понимаете, это прямое противодействие вообще нормотворческой деятельности Петрозаводского городского совета, что мы видим из сессии в сессию. Это у нас уже, если мне не изменяет память, оно шестое вето. Шестое вето, если для сравнения, у мэра Николая Ивановича Леонидовича не было ни одного вето за все время, когда он находился мэром. И у Маслякова, если не изменяет память, он пользовался этим особым случаем только два раза. Понятно, что депутаты это вето преодолели. Также предсказуемо, я думаю, что будут наложены вето и на сегодняшние решения сессионные. Так что у нас рабочее лето не заканчивается, как я понимаю. И надеюсь, что депутаты это четко понимают и думаю, что дальше будем работать так же конструктивно. Многие, опять же, эксперты об этом говорят, что в середине сентября плановая сессия Петрозаводского городского совета, и на ней уже что-то может как-то измениться кардинально. Я, конечно, не хочу забегать вперед так далеко, потому что у нас что ни день, то какие-то новости. Но тем не менее, а у вас какая точка зрения по этому поводу? Денис, у меня большое опасение, доживет ли город до осени. Потому что то, что сейчас происходит в городском хозяйстве, уже вчера на контрольной комиссии звучало словосочетание «чрезвычайное положение». И это словосочетание звучало из уст администрации города. Потому что фактически мы видим, что два года город не убирается, разрываются контракты, администрация находится в судах. Сейчас у нас получилась определенная такая юридическая вилка, что и вроде и конкурс администрации провести на уборку не может по решению суда арбитражного, потому что обеспечительные меры наложены сейчас. И в то же время и убирать город некому. Что будет в Петрозаводске осенью неизвестно, но мы четко понимаем, что сейчас только стихии убирают город. Это дождь и ветер. Естественные условия. Когда смет выметает каким-то образом ветер, грязь отмывает каким-то образом дождь. Город не убирается. То же самое мы видим и в подготовке города к отопительному сезону. Можно опять же то, что у нас сейчас происходит, то, что вы говорите, доживет ли город до осени, связать с тем, что у нас нет профессионалов просто? Я уже высказывал эти опасения на этот счет, которые относились к кадровой политике. Понятно, что специалисты из администрации все были уволены, поставлены свои угодные люди, но которые совершенно некомпетентны ни в вопросах ЖКХ, ни в вопросах политики вообще городского хозяйства. Потому что буквально опять же, возвращаясь к вчерашней контрольной комиссии, там работник администрации города, руководитель отдела, он даже не в курсе, что изменился федеральный закон. Понимаете, если мы подходим вот таким образом к решению хозяйственных проблем в городе, то я считаю, что все будет только гораздо хуже. Опять же, да, у нас вот скандал на скандале. Вот одно из решений, которое было принято депутатами, связано с аллеей на улице Энгельса о том, что есть предложение благоустроить там территорию. Но опять же, мэр отказала и сказала, что, ребята, давайте вообще через суд это все будем решать там и в таком духе. Возвращаясь к процессу, вообще депутаты, они выделили финансирование на благоустройство вот именно липовой аллеи на Энгельса. Но каким-то образом глава города, используя свои полномочия, она сказала, что я хочу иначе. И была депутатами создана рабочая группа. Я надеюсь, на рабочей группе будет присутствовать и архитектор, и то сообщество культурное, которое может сделать какие-то предложения свои. И все-таки мы благоустроим липовую аллею именно так, как пожелают граждане, как захотелось мэру города. Геннадий Павлович, вот история еще одна очень интересная у нас получается с троллейбусами. Вот я все вспоминаю. На сессии, по-моему, не говорили об этом, но в средствах массовой информации широко это освещалось. Я правильно понимаю, что город не хочет деньги выделять на приобретение новых троллейбусов? Город мало того, что не хочет выделять деньги. Город был инициатором собрания на уровне комиссии в республике, в комитете транспорта, где протокольно было записано, что необходима поддержка депутатского корпуса на выделение денег на покупку новых троллейбусов. Мы ждали от администрации изменений в бюджет. Перед сессией мной было отправлено письмо администрации с просьбой внести изменения в бюджет и заложить деньги на приобретение новых троллейбусов. Потому что мы знаем, что сумма определенная выделена из федерального бюджета на программу софинансирования. И депутатский корпус всегда поддерживал именно развитие и обновление предприятия, а не стагнацию и постоянное банкротство в этом предприятии с непонятной тарифной кадровой политикой, происходящей в муниципальном предприятии. Но отклика администрации мы не получили. На этот счет. И сейчас можем констатировать, что, как я понимаю, городу, в частности администрации города, новые троллейбусы не нужны. Ну, более-менее вы сейчас объяснили эту ситуацию. Меня интересует, а с понтонным мостом тоже у нас депутаты виноваты? Вот тут вообще интересная история, которая, по-моему, обречена на вечность. Понтонный мост, опять же... Давайте по полочкам. Что у нас сейчас на данный момент? На данный момент у нас с понтонным мостом ничего. Была создана рабочая группа еще весной, где были указаны даты, где было указано время, где были выделены деньги и на проектно-сметную документацию, и предложение выделить деньги из бюджета на ремонт моста. И администрация подтверждала, что это возможно к окончанию навигации отремонтировать существующий мост, по крайней мере, в том виде, чтобы легковые автомобили могли спокойно передвигаться в районы за мостом. Но, как я понимаю, сейчас мы выходим только на стадию проведения конкурса вообще по проекту. И, как я понимаю, администрация не видит в этом году нового моста. И жители города, естественно, его тоже, к сожалению, не увидят. Геннадий Павлович, давайте определимся. Мы говорим, вот мост стационарный или понтонный? Понтонный. Мы сейчас говорим о понтонном мосте. Мы же все хотели, вроде бы, как горожане, чтобы нормальный мост был, даже разводной может там какой-то вариант был. Нормальный мост уже согласован. Он включен в федеральную целевую программу. И включен он на 2019 год. Соответственно, в 2019 году начнется строительство по федеральной целевой программе стационарного моста. Но до 2019 года еще четыре. Года, сами понимаете, у нас еще есть время, и жителям как-то хотелось бы пользоваться радостями дачных участков и попадать в свои жилые дома все-таки еще в этом году. И, надеюсь, каким-то образом попытается администрация ускориться, но шансов все меньше и меньше, что этот вопрос будет решен. Слушайте, а в администрации, вот я вот не могу понять, я вот смотрел внимательно за сессией, там, то, что происходило на последней, вот внеочередной, внятного ответа от администрации. Я не могу ни на одной сессии, опять же, услышать по этому поводу. Как вы думаете, почему? Администрация сейчас работает не как можно что-то сделать, а как можно сказать, как это, почему не делается. И все. Все. Это мы слышим из уст всех чиновников на всех комиссиях депутатских. И на контрольной комиссии так же. Вот мы не можем, нам мешают, это не наше постоянное переваливание с больной головы на здоровую. Все. Геннадий Павлович, вот как вы думаете, дали Галине Игоревне до сентября время исправить ошибки? Ну так, если совсем простым языком. На данный момент мы видим, что, собственно, ничего не происходит. Собственно, большой вариант, опять же, и такой серьезный, того, что Ширшина покинет свой пост в этом году. Если это случится теоретически, ее место кто сможет занять? Опять же, на этой сессии мы выносили и поддержали депутаты порядок формирования комиссии. Были рассмотрены определенные критерии, требования к кандидатам, которые могут заявляться на эту комиссию. И если мэр города покинет свой пост, то, естественно, запустится процедура уже избрания депутатами главы города. Это формирование комиссии, конкурсный отбор и уже вынесение кандидатур на голосование сессии городского совета. Надеюсь, это будет довольно-таки скоро проведено. Ну, то есть, не затяжной процесс. Это не затяжной процесс, да, я надеюсь, что каким-то образом попытаемся выйти из этого положения и все-таки Петрозаводску дать какое-то определенное развитие. Потому что мы понимаем, что впереди и зима, и четкое понятие, что нет плана какого-то развития города, вот именно пошагового, именно ежемесячного плана, мы не видим. То же самое было сейчас озвучено и заму мэра по ЖКХ, депутаты сняли вопрос о согласовании Еремеевой на этот пост. Просто именно с той же формулировкой, потому что мы не видим какой-то программы. Сами понимаете, что ЖКХ – это, ну, довольно-таки серьезная проблема сейчас у нас в городе. И все проблемы и уборка города, и ветхое жилье, и программы там расселения, и благоустройство какой-то города – это все подвязанно ЖКХ. Депутаты считают, что для того, чтобы согласовывать именно зама вот такого уровня, необходимо, чтобы у человека была какая-то программа, чтобы он это объяснил на депутатских комиссиях, чтобы показал, как мы хотим развиваться. Не просто брать под козырек и исполнять решение главы и уходить постоянно в судебные тяжбы, вот как получилось с уборкой города. Получается, надо же просчитывать шаги как-то на несколько шагов вперед, расторгнуть-то договор, расторгли, а кто убирать город, так и не решили. И фактически сейчас у нас и возникает ситуация того, что город остался без уборки. Ну, в общем-то, понятно, проблемы остаются. Тут нужно очень за этим всем внимательно, опять же, следить, да, и не допустить того, чтобы это действительно в хаос какой-то превратилось, потому что тогда действительно у нас беда будет. Денис, надеюсь, что все-таки погода изменится, солнце выглянет каким-то образом, увидим кусочек лета, и не все так плохо, а надеюсь, все все-таки будет развиваться в лучшую сторону. Ну, давайте будем оптимистами в данной ситуации. Я думаю, через какое-то время мы с вами снова встретимся и промежуточные итоги подведем в этой студии, что у нас произошло, а что не произошло. Я напоминаю, у меня в гостях был председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Боднарчук. Вы смотрели важную тему на телеканале ТНТ «Онега». Всего доброго, увидимся в нашем эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин